Приветствую! В этом видео мы разберемся со следующими вопросами. Какая группа инвалидности должна быть у супруги, чтобы муж мог выехать, сопровождая свою жену, соответственно? Нужно ли ходить в ТЦК для этого? Какие вообще нужны документы для того, чтобы выехать, сопровождая супругу с инвалидностью? Сколько раз можно пересекать границу, сопровождая лицо с инвалидностью? Ну и, естественно, разберемся с вопросом, а что делать, если супруга уже находится за границей, ну а муж, соответственно, остался здесь. Разбираться в этих вопросах мы будем, соответственно, на основании действующих правил пересечения государственной границы. Поехали! Итак, в соответствии с правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, ссылочка на эти правила, естественно, будет в описании к данному видео. У разі введения на территорию Украины надзвичайного або военного стану перетинати державный кордон, мають право особи, которые имеют дружину, человек из числа осіб с инвалидностью, и сопровождают таких дружину человека для выезда за межи Украины, за наявности документов, их нотариально засвеченных копий, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність. Абзац 3, пункту 2, 1. Тут я зазначаю пункты для того, чтобы вы могли всегда перейти по ссылочке, посмотреть правила, проверить и для себя зафиксировать, что действительно у вас есть на сегодняшний день такое право. Первый вопрос, который я заявил, да, это вопрос, а какая группа инвалидности должна быть у жены, чтобы муж мог выехать? Вот смотрим, собственно говоря, мы сейчас с вами на текст правил и видим, что здесь указана следующая конструкция. Из числа осіб с инвалидностью. То есть правила пересечения государственной границы не указывают, какая же конкретно группа должна быть у супруги. И, соответственно, этот пункт трактуется следующим образом. Должна быть инвалидность. То есть, если человек получил статус лица с инвалидностью, соответственно, муж может выезжать с ней, сопровождая ее. И группа инвалидности не имеет уже никакого значения. Первая, вторая или третья. Можно выезжать, и это не просто записано в правилах на сегодняшний день. Мы точно знаем практику применения этих правил. И она полностью соответствует тому, что написано в правилах пересечения госграницы. Пограничники без проблем пропускают супруга, даже если он сопровождает жену, у которой есть инвалидность третьей группы. Абсолютно нормально можно ехать. Дальше. Второй вопрос, который нас беспокоит, это, конечно же, какие документы нужны для того, чтобы выехать с супругой. И здесь мы видим, что нужно два типа документов, что подтверждает роды незвязки, инвалидность. Какие документы, соответственно, нам нужны? Это свидотство про шлюп, то есть это тот документ, который подтверждает роды незвязки, соответственно. И документ, что подтверждает инвалидность. Сейчас с этим мы разберемся поподробнее. А пока хочу сказать, что документы вы можете предоставлять на границе как в оригинале, так и в нотариально заверенных копиях. И, как мы видим уже практику применения, вполне нормально пограничники относятся к нотариально заверенным копиям. Да, безусловно, бывают случаи, когда они там начинают рассказывать, что вдруг вы там с нотариусом договорились, либо прочую какую-то ерунду. Но это такие случаи единичные. В целом же по нотариально заверенным копиям можно выезжать. Главный для нас, конечно же, вопрос, это, что такое документ, что подтверждает инвалидность. Какие это документы? Этот вопрос тоже раскрыт в правилах пересечения госграницы. И в соответствии с этими правилами, документами, что подтверждают инвалидность, есть посвящение особи с инвалидностью, пенсийное посвящение, посвящение, что подтверждает призначение социальной помощи соответственно до законов Украины про державную социальную помощь особам с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью, про державную социальную помощь особам, которые не имеют права на пенсию, и с назначением группы причины инвалидности. И доведка для отримания пильг особами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию, и не имеют права на пенсионные документы. Нужен один из перечисленных документов. Не все четыре эти документа нужны. Какой-то из них. Как правило, на сегодняшний день у людей есть пенсионное удостоверение. Реже те люди, которые молодые, и они, как правило, имеют вот это удостоверение, которое подтверждает получение помощи. Ну и уже в редких случаях есть доведка про то, что человек имеет право на льготы. Вот давайте посмотрим теперь, как выглядят эти удостоверения, чтобы мы хотя бы понимали форму их. Удостоверение лица с инвалидностью. Это удостоверение, как правило, имеют те люди, которые, скажем так, в возрасте уже. И здесь может быть, допустим, вот здесь мы видим, что здесь удостоверение ветерана войны, человека с инвалидностью вследствие войны. Как видим, обязательно фото и, собственно говоря, будет вот здесь указана еще и группа. Пенсионное удостоверение, как правило, выглядит вот так. Естественно, для нас также важно указание на инвалидность, хотя вот здесь не всегда бывает указана именно группа инвалидности, как того требуют правила пересечения. Но в целом нормально даже в таком случае. То есть если группа не указана, то тоже можно выезжать. Далее. Да, ну и естественно, пенсионное удостоверение мы получаем в пенсионном фонде. На сегодняшний день ситуация такая, что если вы подали документы, ну считайте, что месяц вы будете ждать его точно. Следующее удостоверение, которое подтверждает получение социальной допомоги. Выглядит вот так, как книжечка. Собственно говоря, тоже фотография здесь будет указана. Ну и, соответственно, там причина инвалидности будет указана. И группа инвалидности. И справка. Справка о получении льгот для тех лиц, которые не имеют права на пенсию, либо социальную помощь. Она тоже идет с фотографией. И это очень важно. То есть у нас, в принципе, с осени уже 22 года пограничная служба изменила подходы и требует теперь какой-то документ с фотографией, который подтверждает инвалидность. И какой же документ не подтверждает на сегодняшний день инвалидность? Это справка МСЭК. Вот тот факт, что у вас есть справка МСЭК, недостаточно для того, чтобы выехать из Украины. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вот справка МСЭК везде, даже в военкомате подтверждает инвалидность. Но единственное место, где она не подтверждает инвалидность, это на границе. Поэтому справки МСЭК, запоминаем, недостаточно для выезда из Украины, если вам необходимо при выезде подтвердить, соответственно, инвалидность. Ну и еще что хочу сказать, что кроме этих документов, достаточно, практика показывает, что достаточно для выезда получить либо темчасовое пенсийное посвящение, либо темчасовое посвящение про отримание социальной допомоги. То есть даже если это временное удостоверение, которое выдается, по сути, на листе А4, куда клеют фотографию обязательно, имейте в виду, клеют фотографию справка от пенсионного фонда, где написано, что вы получаете пенсию по инвалидности, но при этом в этой справке нет фотографии, точно не подходит для выезда, людьми уже проверено много раз. Итог, к сожалению, печальный, поэтому такие документы мы не рассматриваем. Сколько раз можно пересекать границу? Никаких ограничений. То есть вы, в принципе, вместе с супругой можете ездить туда-обратно хоть три раза на день. Никто вам ничего не скажет. И, естественно, да, пропустил же то, что обещал. Вопрос, нужно ли идти в военкомат для того, чтобы получить отсрочку и получить разрешение на выезд супругой. Нет, этого закон не требует. Вот те документы, о которых мы говорили, то есть свидетельства о браке и, соответственно, один из документов, подтверждающий инвалидность, является достаточным для того, чтобы выехать. Но, друзья, к документам нужно относиться очень внимательно, очень их вычитывать, поэтому я рекомендую, что если вы собрались ехать, если вы сомневаетесь в том, что написано в документах, скиньте мне документы, я их посмотрю, и тогда вы уже, скажем, на 100% будете уверены, что с этим можно ехать. Потому что какие бывают ситуации? Бывает ситуация, что у человека, например, инвалидность закончилась до начала войны. Он пенсию получает, но это уже не очень поможет ему на границе. Что делать, если супруга за границей уже выехала раньше вас, вы остались здесь, теперь стоит вопрос выезда вам. Это возможно, и возможно при следующих условиях. Вам нужно также свидетельство о браке, документ о инвалидности супруги, и в дополнение к этому нужна справка о том, что супруга находится на консульском учете. И вот если у вас все эти документы есть в оригиналах, либо же в нотариально заверенных копиях, то вы, соответственно, можете выехать. Более того, если у вас есть вот этот набор документов, то вы можете самостоятельно пересекать границу без супруги. Но одно условие – супруга должна оставаться за границей. Вот пока супруга за границей, и если она находится на консульском учете, вы можете туда-сюда ездить хоть три раза на день. Подводя итог, с супругой, у которой есть инвалидность, на сегодняшний день можно выезжать. И главное, помните, что даже третья группа инвалидности – да, это самое проблемное всегда. Люди не верят в то, что если есть третья группа инвалидности, то можно выезжать. Друзья, если вы считаете видео полезным, ставим ему лайк, подписываемся. Если вдруг вы уже выехали с супругой, у которой есть третья группа, либо первая, вторая, неважно, пожалуйста, отпишитесь в комментариях и подтвердите мои слова, что это реально, это возможно, это работает. Друзья, с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok